Мистер Вон, рады приветствовать вас на Баку ТВ. Добро пожаловать в Азербайджан. Вы являетесь генеральным директором Амани ТВ. Расскажите, пожалуйста, об этом телеканале. В чём его миссия, для каких стран вы вещаете? Амани ТВ – это панафриканский телеканал. Мы вещаем по кабеле и онлайн. Наша миссия – объединить африканцев и сделать Африку единой. Дело в том, что Африка всё ещё не свободна. Мои предки боролись против рабства, их потомки – против колонизации. Теперь наша очередь бороться с неоколониализмом. Бороться против всего, что может навредить Африке. Эта борьба, которую мы считаем необходимой, важна не только для африканцев, но и для всех, кто верит, что все люди рождены равными. Поэтому я здесь, в Баку, куда был приглашён нашим другом, который работает с бакинской инициативной группой. Я здесь, чтобы понять, как мы можем вместе организовать нашу борьбу с неоколониализмом. Неважно, о каком неоколониализме идёт речь – французском или британском. Наша цель – сказать «нет» любому виду доминирования, любой форме порабощения. Я хотел бы выразить благодарность моему другу из Азербайджана, который пригласил нас сюда, и бакинской инициативной группе, а также Баку-ТВ за предоставленную возможность обсудить проблемы неоколониализма. Спасибо вам за предоставление этой платформы, которая, как мы надеемся, будет продолжать расширяться до тех пор, пока мы не обретём свободу. Я думаю, что Азербайджан продолжит занимать лидирующую позицию в этой стратегической борьбе. Мы знаем, как ложная информация может разрушить мир, поэтому нам нужно объединиться со всеми странами, которые борются с дезинформацией. В этом контексте я думаю, что Амони-ТВ и другие телеканалы с удовольствием будут сотрудничать с Баку-ТВ, чтобы совместно бороться с дезинформацией и параллельно делиться объективной информацией и обмениваться знаниями и опытом. Конференция – это важное событие. Африканская делегация состоит из людей, представляющих разные регионы Африки. И мы хотим донести до людей наши соображения и наше представление будущего. Обычно, в международном масштабе, люди не слушают африканцев с должным вниманием. Но я уверен, что здесь нас услышат и поймут, что мы хотим сказать о нашем видении мира и того, каким он должен стать. Этот мир и как мы думаем, что этот мир будет руководителем в следующих годах.